В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». В течение четырех месяцев автолюбители из разных уголков страны выбирали лучшие, по их мнению, модели. Всего в интернет-голосовании приняли участие порядка 980 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько обычно. Но я могу сказать, что приятно и что радует, это то, что количество женщин увеличивается в числе голосующих, и молодежь примыкает к нам. Автомобиль года трансформируется. В 21 сезоне участники голосования выбирали лучшие модели в 23 классах – от городских автомобилей до фургонов. Кроме того, были предусмотрены специальные номинации. Например, новинка года – гибриды и электрокары – любимые марки в массовом и премиальном сегментах. Больше всего наград, а именно шесть, забрала компания Kia. Наши победы свидетельствуют о том, что марка Kia – действительно большой и важный бренд на российском рынке. И мы очень счастливы получить эти награды. Спасибо! Интересно, что в число номинантов вошли не только те модели, что были презентованы в минувшем году, но и самые последние премьеры. Скажем, победу в категории «малый и средний класс» одержал седан Volkswagen Jetta, поступивший в продажу прошлой весной. А новинкой года назвали внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который только-только встал на конвейер. Мы, безусловно, рады такой высокой оценке потребителей. Jetta – это отличный автомобиль, который занимает очень важное место в российской линейке Volkswagen. Это значит, что… Вы знаете, что мы только что запустили эту модель. И я очень счастлив, что потребители назвали Mitsubishi Pajero Sport лучшим в своем сегменте в 2021 году. Хотя прошло совсем немного времени. Ежегодную национальную премию «Автомобиль года в России» традиционно поддерживает не только телеканал «Автоплюс», но и ряд других крупных компаний. Таких, как, например, «Автодор» платной дороги и производитель смазочных материалов «Тотал». Из года в год мы видим вообще все бренды, и мы понимаем, естественно, тенденции, которые получаются в результате побед. В ходе торжественной церемонии объявления победителей организаторы премии наградили и одного из участников голосования, выбранного рандомно. Москвичу Илье Кузнецову достался новенький седан Kia K5. Субтитры создавал DimaTorzok